всем привет снова а сейчас мы снова отходим от темы ящериц и лягушек и на сей раз я расскажу вам как временно содержать двупятнистых сверчков чтобы они вот такой маленькой банки в которой они продаются не померли не перегрызли друг друга сгладухи ну и чтобы подросли набрали немного веса так сказать и чтобы нашего ворону было приятнее их есть короче чтобы просто не расходовать биоматериал конечно многие пытаются сразу скормить сверчков но я этого не делаю по двум причинам во первых чем больше сверчок тем больше от него пользы плане пищи для варана или для лягушонка и во вторых чтобы кормить лягушат мне нужно чтобы эти сверчки размножились то есть нужна их сверчковая пыль а для этого все сверчки должны достигнуть половой зрелости чтобы было достаточное количество самок и самцов половозрелых и чтобы они смогли отложить свои яйца и для того чтобы заселить сверчков во временное во временный так сказать формикарий или как лучше сказать даже наверное в общем во временное пристанище я использую довольно большой лоток вот такой вот здоровый лоток в качестве субстрата использую простые древесные пилки многие говорят что можно не использовать субстрат вообще я это не несколько не разделяю поскольку чтобы сверчки подольше жили им нужно больше ну чтобы было более чисто лотки а опилки помогают так сказать немного абсорбировать их фекалии в качестве убежищ используем картонные ячейки от яиц расположим их так чтобы сверчки бегали сквозь них рядом с ними и так далее конечно они продаются с уже с картонной ячейкой но это ячейки будет явно мало поэтому используем любые любой любые картонные ячейки от яиц и просто раскидываем их по временному пристанищу этих самых сверчков ну и конечно для того чтобы они жили и росли им нужна еда а в качестве еды я использую конечно же овсянку они очень хорошо едят овсянку особенно после магазина они очень голодные наброситься на овсянку съедят наверное даже вот это количество потом в качестве всяких пищевых добавок корм для сверчков которые можно найти тоже специализированном магазине терроревыми мистики много им его особо не нужно хотя едят они его также активно ну и что еще крайне важно им нужно нужен источник влаги то есть кусок яблока либо допустим моркови какого-нибудь сочного фрукта или овоща в данном случае я привык использовать яблоки поскольку они голодные они также очень быстро эти яблоки съедят ну и собственно запускаем самих сверчков им будет очень неохотно покидать нынешнее место поскольку они уже привыкли немного и боятся но здесь им будет гораздо лучше чем вот в этом маленьком в этой маленькой пластиковой коробке стараемся как можно меньше фекалий выбросить они лишние они нам не нужны ну а сверчков стараемся оттуда выкурить дабы они не оставались внутри они очень неохотно идут особенно если чувствует что у них там полно места им там уютно вот все остальное подлежит просто утилизации конечно же пара сверчков сбежала пока я разговаривал и естественно они будут убегать от меня а я буду с переменным успехом их ловить можно не стесняться зажать их они от этого не умрут особенно если они достаточно крупные но вот про заселение сверчков прошло успешно думаю такие крупные но еще не взрослые сверчки вырастут всего за несколько дней полностью половозрелых кстати половозрелые уже тут есть правда несколько объединенные либо крайне не немного немногочисленные и кое-кто из сверчков уже принялся кушать как только они успокоятся они налетят на весь свой завтрак обед и ужин и очень быстро его съедят за сутки тут может не остаться ничего поскольку магазине сверчки в основном голодные ну и после дороги у них стресс его также нужно заесть как это бывает со всеми а сверху мы этот контейнер накроем крышечкой в крышечке есть отверстие которые я специально просверлил лучше всего использовать как раз пластиковые крышки с отверстиями для дыхания поскольку москитную сетку сверчки также как и саранча могут прогрызть и выбраться наружу особенно это любит делать плавозрелые самки сверчков которые очень ищут влажное место для будущей кладки своих яиц ну а как только сверчки подрастут я добавлю им вот такой вот маленький несколько самодельно сделанный пластиковый контейнер по сути это обрезок более крупного контейнера по краям которого я добавил так сказать клеющуюся ленту для москитной сетки соответственно я запомню заполню этот лоток кокосовым субстратом важным и обклею москитной сеткой чтобы самки смогли отложить в него свои яйца но это будет намного позже когда уже подрастут до до тех пор не вижу никаких причин расходовать не кокосовый субстрат не время на это ну что ж мы видим как сверчки распределяются по своей временной квартире будем надеяться что они не доставят хлопот хотя когда подрастут они наверняка будут чирикать и в доме будет невыносимая глушающая какафония поэтому я и не пытаюсь разводить их на полном серьезе покупаю даю возможность им отложить яйца для того чтобы маленькие сверчки пошли на корм лягушатом ну а к самих круг самих крупных сверчков скармливаю ящеру ну и пожалуй пожалуй на этом наш обзор заканчивается до новых встреч